Один из вопросов, которые рассматривались в парламенте, это закон о языке, принятие которого может обернуться рядом сложностей для северо-востока страны. Очень жесткие требования увеличиваются предпринимателям, физическим лицам. То есть у них тоже с одной стороны шкала требований, а с другой стороны шкала штрафов. Серьезные требования недоходными организациями, те, кто руководят недоходными организациями. То же самое, шкала требований уровня владения языком, с другой стороны шкала вот этих штрафов. Естественно, мы выступаем против этого и мы хотим, чтобы этот пункт был исключен из этого закона. Почему? Потому что если сегодня инспекция придет и в соответствии вот с этим законом будет предъявлять требования, то можно сказать, что мы просто-напросто лишимся большей части всех предпринимателей, физических лиц и любой инициативы выражены в недоходных деятельностях недоходных организаций. Второй такой момент, который мы считаем очень важным, это то, что в соответствии с законом дано право на языке большинства проживающего населения в тех местных самоуправлениях вводить в дело производства на соответствующем языке, рядом с государственным языком. То есть на сегодняшний день практически ни одно самоуправление, несмотря на свои ходатайства, не смогло реализовать это конституционное право. Только потому, что очень плохо было это прописано в соответствующих законах. Мы поэтому в этот законопроект сделали две правки. Первое, то, чтобы увеличить роль и статус принятия решений самими местными самоуправлениями, а так бы четко определить и разграничить необходимую в области государственного языка, а также языка, допустим, русского языка, делопроизводства и, скажем так, во всем вот этом деле. Стоит отметить, что на Северо-Востоке среди как жителей, так и средних и мелких предпринимателей преобладает русскоязычное население с невысоким владением государственного языка. Я считаю, что у человека должно быть право получить по русскому языку объяснение. Когда он придет и скажет, что он документы не понимает, чтобы все-таки циновник или частный бизнес человек был бы готовым его помочь, если надо, какие-то планкеты по-русски. Что на самом деле не важно, в каком языке мы говорим, а важно все-таки это, чтобы человек мог понять, что ему надо подписывать, какие законы и так далее. И когда человек не понимает полностью по-русски, здесь ведь очень часто получается проблема, что кто-то приедет с границы, какие-то документы надо заполнять. И сколько мы засед, Россия, это бывает очень много. И люди не понимают, по-английски мы можем объяснить, а почему не по-русски можем объяснить. Что не обязательно должны говорить как язык государственный, но друг друга понять и объяснить, помогать, это обязательно должно быть. И может случиться так, что именно языковая инспекция будет решать фактически судьбу действующих фирм. По сути дела, она действительно приобретает уже не только инспекционную функцию, а нечто большее. Поэтому мы считаем, что функции инспекции необходимо более точно и четко оформить. И все-таки ограничить ее в деятельности, иначе у нее действительно, ну, скажем так, ну, она может уже работать, по сути дела, за место полиции, за место любых наших фискальных органов и так далее, и так далее. Она уже влияет на политику своими решениями, она уже влияет на экономику, при этом за это одна ответственность практически не несет. Продолжение следует...